Гадания в январе 2022. В какие дни и как можно узнать свою судьбу. Январские гадания используют уже очень много лет, и они считаются самыми точными. На праздники гадают на суженого, на судьбу, на свое будущее. Когда гадают в январе и какие способы узнать свою судьбу используют, читайте в материале ниже. Когда нужно гадать. В январе самыми лучшими гаданиями считаются 6 и 18 января. Это период от рождественского до крещенского сочельников. Гадать можно в любой вечер в этот период, но самыми лучшими датами считаются именно 6 и 18 января. Ответы на свои вопросы можно получить от светлых сил, а с 15 по 17 января стоит быть осторожнее, так как могут проявиться и темные силы. В эти дни нельзя использовать для гаданий зеркала. 6 и 18 января самыми точными гаданиями считаются на любовь. 7 и 19 января нужно использовать быстрые варианты гадания, и не использовать обычные карты или карты Таро. Гадания в ночь на Рождество. Гадания на кутье. Если каша вылезает из горшка или он треснул в печи, ка, т, неприятностям. Если кутья мелкая и светлая, ждите в доме беды. Если кутья покраснела, к счастью и удаче. В ночь на Рождество девушки выходят с ложкой кутьи на улицу. Ложку прячут под одеждой и ждут первого встречного. Как зовут прохожего, так и мужа будут звать. Гадания на суженого. 1. Придумайте вопрос, на который можно получить ответ да или нет. Наберите первый случайный номер на телефоне и слушайте, что вам ответит. Если ответил мужчина, спросите его имя так. Будут звать вашего суженого. 2. Приготовьте три чашки. В одну положите цветок, во вторую ленту, в третью кольцо. Не глядя девушка должна выбрать одну чашку. Кольцо символизирует свадьбу в скором времени, лента ходить в девках еще год, цветок, девушка скоро получит предложение. 3. На листках пишут имена потенциальных кавалеров, реальных. Потом их переворачивают и сверху раскладывают колоду карт. Под каждой картой должно оказаться по три бумажки. Красные масти. Симпатия взаимна. 1 или 2 черные масти. Мужчина сомневается в чувствах или боится признаться. Черные масти нет взаимной симпатии. 4. Возьмите из колоды карт 4 короля или 4 валета и загадайте на каждого определенного мужчину. Положите их под подушку со словами, во сне ко мне явись, во всей красе покажись, имя свое назови, сердце свое подари. Утром наугад вытаскивайте одну карту, по ней вы поймете, кто думает о вас и мечтает о встрече. 5. Еще одно гадание с колодой карт. Положите колоду карт на ночь под подушку и скажите, суженый мой, явись ко мне во сне, дай о себе знать. И сразу ложитесь спать и ни с кем не разговаривайте. Утром вытаскивайте одну карту наугад из-под подушки. Черви говорят о том, что суженый уже есть в вашей жизни или совсем скоро появится, и эта встреча может стать случайной. Пики, в вашей жизни скоро появится любимый человек, но чувства будут невзаимными или отношения не сложатся. Крести встречи с любимым. Будет не скоро, но она будет неожиданной. Бубны, вы познакомитесь с мужем через друзей знакомых или родственников. Чувства будут сильными, а союз крепким. 6. Смастерите два бумажных кораблика и напишите на них свое имя и имя возлюбленного. Пустите их в таз или ванну. Если вместе поплывут, быть вам вместе, один поплыл, а второй остался, будут трудности в отношениях, поплыли в разные стороны, расстанетесь, остались на месте, все у вас будет хорошо. Гадание на будущее. 1. Возьмите предметы, которые символизируют деньги, любовь, удачу. Положите их в шапку или коробку. Перемешайте и вытягивайте по очереди, приговаривая. Первый предмет на ближайшее будущее покажет, второй, далекое будущее покажет, третий, покажет, что завтра ждет, 2. Подумайте о своем будущем, представьте его, а потом возьмите с полки любую книгу и с закрытыми глазами откройте наугад и поставьте палец на любой строчке. Фраза из книги вам подскажет. Ответ. Картинку придется расшифровать, а пустая страница говорит о том, что будущее будет зависеть от ваших поступков. 3. Возьмите старую газету, свечу и плоскую тарелку. Подожгите газету и положите ее на тарелку. Потом с этой тарелкой пройдитесь вдоль стены и смотрите на тень. Если увидите круг, столкнетесь с трудностями и проблемами с финансами. Если увидите размытую тень, вас ждут крупные финансовые потери или увольнения с работы. Облако ваши желания скоро начнут исполняться. Треугольники и квадраты говорят о скорых романтических отношениях, о новой любви. Змея предупреждает о предателя в вашем окружении. Бант о скорой свадьбе. Сердце кто-то тайно в вас влюблен и скоро признается в этом. Гадание на судьбу. 1. Вырежьте картинки, которые символизируют ваши мечты на будущий год. Чем их будет больше, тем лучше. Это могут предметы, люди, события, действия, страны, место. Поместите их в непрозрачную коробку на ночью. Кровати. Утром вытаскивайте по одной на каждый месяц года. 2. Ночью возьмите восковую свечу и миску с водой. Растопите воск и вылейте его в воду, а потом внимательно изучайте фигуры. Они расскажут, что вас ждет в будущем. Напомним, ранее мы писали о том, как нужно правильно встретить и отметить Рождество Христово. А также рассказывали о том, какие появились необычные калятки на Рождество.